Всем привет! Сегодня 12 апреля и буквально вчера мне написала сообщение одна моя подписчица из Германии. Она мне писала немножко раньше, примерно в конце марта. То есть она мне написала, что она живет в Германии и хотела бы мне выслать посылку. Ну я говорю, ну высылайте адрес, есть в описании канала. И как-то знаете, ну попереписывались и ну вылетело с головы, правда, но я не думал, что это может произойти. И буквально вчера она мне опять пишет, что уже прошло 2 недели, как она мне прислала, ну выслала посылку, чтобы я пошел в отделение почты у себя по месту жительства и спросил. Но сегодня мне с утра было некогда, много работы. В общем, и по непонятной причине, в общем, тесть мой пошел на почту. Но он не на почту пошел, а к сельскому голове. И там на почте сказали, что, а оно все в одном помещении, что на мое имя пришла посылка. Он мне звонит и говорит, на твое имя пришла посылка, забирать или нет? Я говорю, забирайте. На коробке написано сладости. Но на самом деле мы переписывались не о сладостях. И мне очень приятно, Валентина, большое спасибо. Знаете, посылку тесть забрал в 2 часа. Ну да, вроде в 2 часа. И вот с этих 2 часов я хожу и меня прям любопытство съедает. Я хожу, улыбаюсь целый день, непонятно по какой причине. Знаете, очень приятно. Я не представляю, что вы туда положили посылку. Но это очень приятно. И я уже не мог дождаться вечера, когда я приду домой и смогу это все заснять. Показать, что посылка дошла. Я вам очень благодарен. Я, как всегда, разговариваю. Очень много лишнего. Но, в общем, вот посылка. Посылка, правда, пришла из Германии. Вот написано Германия. И на мое имя, вот Андрей Новиков. В общем, сейчас я ее распечатаю. И мы с вами посмотрим, что же там пришло. Знаете, ну прям очень, очень было необычно получить посылку от подписчицы. Правда, мне очень приятно. Не знаю, 10 раз уже сказал. Но не перестаю радоваться тому моменту, что мне прислали посылку. Что, в общем, неудобно одной рукой. Так как держу камеру. Сейчас. Сейчас, секунду. О, получилось. На коробке написано сладости. Все. Вот такая посылочка. Ну, здесь, правда, есть сладости. Смотрите. Здесь есть Рафаэлка от Ферера. Рошер. Очень приятно. Спасибо большое. Это будет Ванюшке. Он очень любит. Ванюш, иди. В моей посылке есть немножко подарочек для тебя. А ну, поздоровайся, Ваня, со зрителями. Смотри, что тебе положили в посылочку. Рафаэл. Нет, это Ферера. А, ну да, Рафаэл от Ферера. Красота. И, как мы и договаривались. Ой, как все прекрасно упаковано. Здесь яйцо. О, сейчас мы посмотрим. Это здесь яйцо, Ваня, для инкубации. А ну, держи телефон. Ну, то есть, поснимай, а я распечатаю. Прошло две недели. Но я думаю, что две недели для яйца это не так уже и много. Должно быть все в порядке. Ну, лотки, наверное, обычные, магазинные. А какое яйцо? Ох, я даже не знаю, что это за... От какой птицы? Ну, то есть, от какой породы? Правда, не помню. Валентина, если вы меня смотрите, напишите, что это за порода. Завтра же с утра закладу это яйцо в инкубатор. Ой, дай бог, чтобы оно было все целое. Так, а ну-ка, рабочек, немножко отодвину. Каждое яйцо упаковано. Это разбито. Печаль. А это что за яйцо? Не знаю, какое красивое. Похоже на... Синдзиньян или ухи, или у я не разбираюсь. Так, это целое. Да, обидненько. Гляньте, разбито яйцо. Не знаю. А, маранчики. Маранчики, красота. Спасибо огромное. Правда. Не знаю. Какие все разные. Прям разноцветные. Красивые. Так, сейчас распечатаю все. Жалко. Гляньте, одно разбито. Это целое. Маран. Боже мой. Инкубационное яйцо из Германии. Представьте. Я не представляю. Я в шоке. Красивые. Какие темненькие. Да, Ванюш? Как вроде покрашенные. Да. Как на Пасху. Как на Пасху покрашенные. О, с перышком. Жаль. Одно разбито. Так, это бы скига тут. Ну, Вань, два лоточка. Это два десятка. Ой. Двадцать их вот оба. Красивые какие. Яйца непонятного оттенка. Ага. Так, целое. В общем, в этом лотке девять яиц целых. И сейчас посмотрю, что в этом. Очень переживаю, чтобы максимально много было целых. Одна шпалом. О, это целое. Ну, две недели. Если яйцо было собрано, ну, там, за один, за два дня, то яйцу шестнадцать дней получается. Завтра с утра их закладу. Или заложу, как правильно сказать. И думаю, что... Ох, прям переживаю. Хоть бы все целим. Да, какое крупное яйцо. Да, Ванюш? Ну, правда, как на Пасху все-таки. Да, очень красивое. Еще раз, не знаю, большое вам спасибо. Красота. Так ты откуда? С Германией? Да, Ваня, это с другой страны, представь. И доехал уже. Нет. Жаль, очень жаль, разбито. Одно. Одно яйцо разбито. Ну, девятнадцать хоть целых. Да, вот девятнадцать целых. Это какие-то несколько светлых, не знаю. Получается, вот, получается, вот, пять, было шесть яиц. Ну, одно разбилось. Очень жаль. Не знаю, подскорлупная пленка целая. Есть смысл ложить. Может, заклеить скотчем. Попробовать обработать перекисью и заклеить, не знаю. В общем, получается, это мараны. Это или ухи-илюйки, или синь-дзинь-янь. Наверное, они. А вот это светлые, не знаю, что. Это, может, мараны, но светлые. В общем, Валентина, большое еще раз спасибо. Не знаю, сколько раз уже сказал, но мне очень, правда, приятно. В общем, показал посылочку. До скорых встреч. Увидимся на стриме. И всем пока.